О статистике ДТП в республике и об акции «Сохраним Бекан». Расскажем это новости на канале «Осетия» в студии Светланы Бхалаковой. Коротко о главных темах выпуска. Эта дорога очень важна не только для Моздока, а в целом для всей республики. Началась реконструкция автомобильной дороги Кавказ-Хурикал-Молгобек-Моздок. Капитальное асфальтно-бетонное покрытие и две полосы движения, а самое главное – прямое транспортное сообщение с самым отдаленным районом республики. С потеплением на вершине, высоко в горах, появляется мутная вода. Она выбивается из-под скалы и попадает в нашу чистую воду. Проблемы с водой в Фиагдоне пытаются решить уже не один год. В самом поселке дело с мертвой точки сдвинулось. А вот близлежащие села о чистой воде пока только мечтают. Что нужно для того, чтобы жители высокогорных населенных пунктов забыли об этой проблеме? Обращаясь к нашему населению, я хочу еще раз сказать, что процедура экстракорпорального благотворения для жителей нашей республики максимально доступна. Надо более активно самим заниматься этой проблемой. В этом году Северная Сеть выделили 540 квот на процедуру ЭКО. Действует система в рамках национального проекта «Демография». Кто и как может попасть в программу? В два раза быстрее и проще в Осетии начали строить прямую дорогу в Моздок. Сегодня недалеко от селения Зильги заложили символический камень под будущую современную трассу. В церемонии принял участие глава республики Вячеслав Бетаров. Он отметил, что эта дорога станет стимулом для развития не только Моздокского района, но и сел, через которые она пройдет. До сих пор они были фактически отрезаны от удобного транспортного сообщения. Наш корреспондент Хеток Плиф работал на месте закладки камня и уже готов делиться подробностями. Здесь уже ремонтируют мост. Это место в двух километрах от селения Зильги. С завтрашнего дня дорожники приступят к демонтажу старой дороги, а в ближайшие 10 дней планируют снять асфальт на расстоянии 30 километров. Сегодня под будущую дорогу заложили символический камень. Покрытие трассы будет асфальтобетонным с двумя полосами движения. К реконструкции уже приступили. Дорога пройдет через Зильги, Хурикам, Алгабек и Сухацкое. Это почти 58 километров. Примерно настолько же сократится и дорога от Владикавказа до Моздока. Если сейчас приходится ехать по территории Кабардино-Балкарии, то уже скоро путь будет пролегать только внутри республики. Простая логистика подтолкнет район к развитию. Новой дороги уже ждут моздокские предприниматели. Сергей Ягубян один из них. Выращивает фрукты и овощи. Жалуется, до сих пор доставлять их во Владикавказ было настоящей проблемой. Приходилось через соседние республики, где очень неудобно. Логистика съедала всю прибыль. И поэтому сегодня, если это будет сделана дорога, то, конечно, мы будем привозить больше сюда продукции. Не только мы, весь район, очень много предпринимателей в Моздоке есть. Всего на реконструкцию участка выделили порядка двух миллиардов рублей. Из них только около ста миллионов из республиканского бюджета. Остальное – федеральные средства. По словам председателя комитета дорожного хозяйства республики Тарьеля Солиева, помимо того, что появится прямой путь между Моздокским районом и Владикавказом, транзитники получат еще более короткую дорогу в Ставропольский край. Это еще и скорость доставки грузов и так далее, и так далее. Это экономика. Вдоль этой дороги мы надеемся, что появится придорожная инфраструктура. Это магазины, кемпинги, заправки, которые тоже дадут рабочие места людям, которые будут кормить свои семьи, платить налоги. А налоги – это пополнение бюджета двух районов – Правого берега и Моздокского района. О важности придорожного сервиса говорит и Вячеслав Бетаров. Но отмечает, чтобы развивать грамотно, нужно составить план, учесть архитектурные особенности местности, просчитать, где и какие предприятия должны находиться, чтобы бизнесмены не мешали друг другу. Вот тогда мы объявим конкурс и предложим кому-то построить гостиницу, магазин, кафе, мастерскую, швейно-ремонтную или еще что-то. И у всех будет возможность получить этот земельный участок и реализовать этот проект и содержать свою семью. Реконструкцию дороги планируют закончить в декабре следующего года. Хеток Плиев, Хеток Гопоев, новости о сети. В отношении двух представителей Владикавказского предприятия «Маратыка» возбуждено еще одно уголовное дело. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета России. Фигурантам уголовного дела вменяется незаконное производство и сбыт незарегистрированных спиртосодержащих лекарственных средств. Напомним, месяц назад на предприятии провели масштабную спецоперацию. Силовики обыскали помещение организации и обнаружили большую партию спиртосодержащей настойки, а также оборудование для ее розлива. При этом владельцы предприятия утверждали, что их производство фармацевтическое, обнаруженная настойка прополиса – гомеопатическое средство. Настаивали, что обыск незаконный. Тогда же ситуацию нашему каналу прокомментировала Анна Терземан, сотрудник Южного следственного управления на транспорте. По ее словам, подозреваемые трижды незаконно сбыли свою продукцию. Они направляли контейнеры с железнодорожной станции Владикавказа в Республику Крым и Забайкальский край. Следователи изъяли более 17 тысяч 5-литровых пластиковых емкостей на сумму более 6 миллионов рублей. В Московском военном окружном суде сегодня рассматривали дело сотрудников ФСБ, занимавшихся разбоем группой лиц в особо крупном размере. Сейчас в деле всего 15 фигурантов. Известно, что двое из них выходцы из Северной Осетии. Это Владимир Урусов и Хеток Маргиев. Они сегодня дали признательные показания. По версии следствия, спецназовцы занимались вымогательством у организаций, которые специализировались на обналичивании денег. О задержании семи сотрудников ФСБ стало известно 5 июля. Из оглашенных в суде материалов следует, что потерпевший некий Александр Юрманов в следствии полагает, что обвиняемые отобрали у него полученные по расписке в долг 136 миллионов рублей. Мы связались с Московским окружным военным судом, где проходит слушание. Более подробную информацию по сегодняшнему заседанию нам обещали предоставить уже завтра. Два человека пострадали в результате массового ДТП на Архонском шоссе. Обоим оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом нам сообщили в ГИБДД Республики. Напомним, авария произошла сегодня утром. Столкнулись сразу несколько автомобилей. Это вызвало транспортный коллапс, образовалась огромная пробка. Водители были вынуждены менять маршрут. В целом, статистика по ДТП в Республике такова. За 6 месяцев этого года произошло 377 аварий. 35 человек погибли, 947 ранены. Основные причины – пьяная езда за рулем, выезд на встречную полосу и вождение без прав. Об этом говорили на координационном совещании по обеспечению правопорядка, которое провел глава Республики Вячеслав Бетаров. Он отметил, что проблему нужно решать, причем комплексно. Это должна быть совместная работа органов государственной власти и правоохранителей. Правительству поручено активизировать процесс по передаче в собственность Республики камер видеонаблюдения, установленных на федеральных трассах. Средства фото и видеофиксации позволят контролировать ситуацию, отметили на совещании. Разговор шел и о профилактике преступности. По информации прокуратуры, в 2018 году число зарегистрированных преступлений по сравнению с 2017 увеличилось. Участились и киберпреступления. В основном это хищение денег граждан с банковских карт. Участники совещания также уделили внимание вопросам охраны окружающей среды и экологии. Отметили положительный эффект от прекращения деятельности электроцинка. Открытым, однако, остается вопрос клинкера. А вот по сведениям Росприроднадзора и Минприроды Республики, негативное воздействие на атмосферу снизилось. Восемь молодых врачей Северной Осетии получат практические навыки и повысят свою квалификацию в ведущих лечебных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Рязани. Об этом шла речь на очередном заседании проектного офиса. Претендентов отбирала специальная комиссия при Минздраве Республики. Уже в августе и сентябре они отправятся на обучение. Все они практикующие хирурги и травматологи республиканских лечебных учреждений. Глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров поручил сотрудникам Агентства развития сформировать индивидуальную долгосрочную программу для каждого врача. В ней прописаны система обучения, дальнейшее трудоустройство и материальное стимулирование. Все расходы на проживание, учебу и участие в конференциях республика берет на себя. Сохранится и зарплата медиков на местах работы. В новом учебном году на эти цели потребуется более 2 миллионов рублей. Руководитель приоритетной программы медицины Ирма Туаева отметила, что молодые медики после обучения вернутся в республику и продолжат работать по специальности. Проблемы с питьевой водой в Верхнем Феогдоне уже не первый год. Особенно летом местные жители уже даже привыкли к тому, что из крана идет грязная вода, а чистую привозят цистернами. Последние два года усилиями руководства республики и администрации местного самоуправления вопрос стали решать, пока питьевой водой удалось обеспечить жителей поселка Феогдон. А вот для людей в близлежащих селах чистая вода из крана все еще мечта. Исполнится ли она, выясняла моя коллега Марина Караева. Труба длиной 4,5 километра от источника Лацдон до фильтровальной станции. По ней вода поступает в дома жителей поселка Феогдон. Но так было не всегда. Долгое время, особенно в летний период, воду в поселок привозили. Вода у нас была очень плохого качества. Не умыться нельзя было, не приготовить. Нельзя было ее использовать для бытовых нужд. Сейчас все по-другому. Глава поселка и наш земляк Владимир Гуриев взялся за проблему. Благодаря тому, что появилась еще одна линия, в домах есть чистая вода. Перед тем, как попасть в краны местных жителей, вода проходит процесс очистки. Это фильтровальная станция. В этот чан вода поступает с источника Лацдон. А в этом отстойнике она должна осесть. Дальше поступит в фильтр, где через песок и гравий должна полностью очиститься. И только после этого подается населению. Однако, по словам главы администрации Валерия Гуриева, эта станция уже старая. В основном со своей задачей справляется не всегда. Что касается фильтровальной станции, подлежит полной замене. Это надо признавать. Мы были бы готовы даже эту чистую воду провести не через фильтровальную, а подать уже напрямую для населения. Но таких прав у нас нет. За это могут и наказать. Вода для населения должна проходить фильтрацию. Это порядок такой. И мы не имеем права нарушать вот это. Вопрос с подачей чистой воды людям продолжают решать и сейчас. По инициативе главы республики Вячеслава Бетарова провели и подключили дополнительную трубу той же протяженности. Это в поселке Феогдон. А вот четыре близлежащих села до сих пор питаются прежним источником Царитдон. Вода здесь в летний период смешивается с водометающих ледников и обильных дождей. «Нельзя пить эту воду. Она грязная. Сколько еще так будет продолжаться, не знаю. У нас в основном вода привозная. Сейчас пустили еще из ущелья». Глава администрации вопрос пытается решить и здесь. Говорит, на это нужно время. Их тоже надо перевести на другой источник. Или же дождаться тех времен, когда будет готов основной проект по всем этим населенным пунктам. И этот проект будут включать в федеральную программу. От головных сооружений выше в горы протяженность 3 тысячи метров, 3 тысячи 100 метров более точно. И нужно провести эту воду до головных сооружений трубами. Сделать коптаж на месте у источника и пропустить трубами до головных сооружений. И тогда этой проблемы не будет. Тогда эта грязная вода не будет поступать. Терпеть неудобства осталось недолго, уверяет Валерий Гуриев. Сейчас проектом активно занимается Министерство ЖКХ топлива и энергетики. После того, как проект будет полностью разработан, его включат в федеральную программу. Марина Караева, Заур Кодзаев, Новости Осетии. В этом году Северной Осетии выделили 540 квот на процедуру экстракорпорального оплодотворения. Такая возможность существует благодаря национальному проекту «Демография». Квоты начали выделять еще с 2013 года за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. В программу попасть достаточно просто. Пациентке нужно обратиться к врачу в женской консультации и оформить выписку из амбулаторной карты. После в Центр охраны здоровья семьи и репродукции. Все необходимые анализы и обследования лечения до включения в программу пациенты оплачивают сами. А саму процедуру ЭКО одна семья может проводить бесплатно не менее двух раз в год. Начиная с 2018 года криоконсервация эмбрионов проходит за счет средств УМС. И перенос размороженного криоконсервированного эмбриона может проводиться и три, и четыре раза в год и более. Обращаясь к нашему населению, я хочу еще раз сказать, что процедура экстракорпорального благотворения для жителей нашей республики максимально доступна. Надо более активно самим заниматься этой проблемой. Бекан сегодня снова в руках волонтеров и экологов. Памятник природы чистят от мусора. Акцию «Сохраним Бекан» проводят уже во второй раз. Говорят, понадобится еще несколько выездов. Озеро сильно захламлено. Генеральной уборки там не было почти три десятка лет. Поэтому работы сейчас у добровольцев много. Как справляются, расскажет Алина Хасцаева. 20 мешков мусора. Такой улов сегодня на Бекане. Мадина Хугаева – волонтер экоцентра «Барс». Делится, убирать не лень. Просто обидно, что для кого-то это реликтовое озеро ничего не значит. Говорит, сделает все, чтобы памятник природы стал чище. Первый раз приехали, было в два раза больше, можно даже сказать, мусора. И мы убрали, насколько нас хватило, мы постарались. Там такой бытовой мусор, что люди сами скидывают этот мусор в озеро. И надеемся, что сегодня мы все уберем. Инструмент для уборки нехитрый – сачки и мусорные мешки. За день собрали мусор с поверхности нижней части озера. Задача непростая – делятся участники. С каждым разом заплывать нужно все дальше. Помогают сотрудники Республиканского министерства экологии. Акция «Сохраним Бекан» – это их идея. Первый этап приурочили ко дню эколога. Тогда, 5 июня, привели в порядок и прилегающую к озеру территорию. Введение министерства озера перешло совершенно недавно. И мы уже плотно занимаемся очисткой, благоустройством. Скоро плотно тоже займемся озером. И создание нужной инфраструктуры тоже. Для рекреационного отдыха, соответственно, чтобы и семьями кто-то мог сюда приезжать, отдыхать. И чтобы, как говорится, и глаз радовало. Потому что это наше, можно сказать, национальное достояние – озеро Бекан. Это жемчужина Северной Осетии. Поверхность озера не чистили с 90-х годов. За такой период отходы скопились не только на поверхности воды. В последние годы экологи били в набат. Бекан надо срочно спасать. Озеро Бекан – уникальный памятник природы. Вода в нем не замерзает даже зимой. Здесь спасаются от холодов птицы со всего Северного Кавказа. Многие из них занесены в Красную книгу. Для ученых Бекан – настоящая находка. Здесь уникальные условия для развития фауны и флоры. Озеро – дом для редких видов растений. Встречаются редкие краснокнижные виды. Например, подснежник лагодехский, кавказский, под прибрежных лесах. Бекан питает почти 300 родников. Это одна из особо охраняемых природных территорий. Чтобы сохранить его, министерство планирует продолжить работу по его благоустройству. В планах – очистить от ила дно озера. Алина Хасаева, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Во Владикавказе начались соревнования Северокавказского федерального округа между военнослужащими пожарных подразделений Росгвардии. В состязаниях участвуют три бригады из Махачкалы, Грозного и Владикавказа. Всего 37 человек. Соревнования разделили на два этапа. Сегодня прошел первый. Как все было, расскажет наш корреспондент Габриэла Гоглоева. Шамиль Мурадов приехал из Грозного. В пожарном подразделении Росгвардии служит уже пятый год. Говорит, всегда хотел быть спасателем и помогать людям. Подвернулась возможность устроиться пожарной ДПО 46-й бригады. И я недолго, без раздумий, сразу принял такое решение. И по сей день я не жалею о нем. Чемпионат Северокавказского округа Росгвардии между военнослужащими пожарных подразделений ведомства в республике проводится впервые. Участвуют в нем три бригады из Махачкалы, Грозного и Владикавказа. Всего 37 человек. Говорят, условия для таких соревнований в Осетии подходящие. В этом году решили провести в республике Северная Осетия Алания, так как здесь подготовлена база есть. Вопрос был организован с МЧС России, так как помогли организовать и провести данный чемпионат в пожароспасательной части номер 17. Состязание разделили на два этапа. Сегодня участники проходили два испытания. Первое – боевое развертывание пожарной машины. Второе – подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа с подачей воды. Оценивали выполнение дисциплин начальники инспекции пожарной безопасности территориальных управлений Росгвардии и представители МЧС России. У нас дается старт стартерам, по команде его дается старт. Значит, на этапах у нас стоят секундометристы, которые фиксируют время. И при выполнении, допустим, при подаче воды со ствола будет останавливаться время. И, естественно, будет выбираться лучшая команда по лучшему времени. Второй этап соревнований пройдет завтра на стадионе «Спартак». Участникам нужно будет преодолеть стометровую полосу препятствий. По итогу сформируют сборную команду, которая представит войска Росгвардии от СКФО на чемпионате России. Габриэла Гоглоева, Алан Суанов, Новости Осетии. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Передаю слово своим коллегам из Остинской редакции. Марат Гогаев готов поделиться интересными новостями. Рекламам.